Тренировки продолжаются. Вчера мы тут клеем пытались. Сегодня мы попробуем поработать на подвесике. Вот. Допустим, вот здесь. Вот я место отметил. Здесь все достаточно ровно. Вот, насколько мы можем видеть, вот эти я могу даже поотмечать. Вот раз, два, три, четыре, пять были в мятинке, то есть мы вот это разделяем. А вот в этом колечке все, в принципе, чистенько, аккуратненько. Сейчас я попробую в теплом свете настроиться на автофокус. Все ровненько. Сейчас сделаем пару мятинок и попробуем уже в этот раз крючочком поработать. То есть опять потренироваться, но уже не клеем, а крючком. Вот тут, чем мы будем работать. Вот он, маленький подвесик, крючочек. Вот это инструмент, которым мы делаем вмятины. Вот предыдущий участок. Мы видим здесь сделанное наполовинку. Но это мой вопрос. Ведь, что эта тренировка как бы тут идеал никому не нужен. Вот она, вторая часть. Вот в линии видно, что здесь все практически ровненько. В виде, конечно, играется, но это любая поверхность может играть в линии. Здесь все ровно, никто не счет. Никаких повреждений нет. Ну, вот так оно выглядит. К сожалению, глазом вот в лампе тоже видны, как в дефектовочном экране. Но в камере это не передает. Вот сейчас как бы получается, как засвет. А глазом видно свет и тень, что все здесь ровно. Ну и вот так. Тепло в свете. Тепло в свете. Здесь вот маленькая пачка изместер. Вот тоже видно, что все тут хорошо. Все четко. Все ровно. Ну ладно, не будем долго мучить себя длинными подготовками. Делаем. Раз. Два. Вот такая красота. Вот у нас учебные вмятинки появились. Я постарался посильнее ударить. Металл тут ясный. Все потянулся. Потянулся неплохо. Поэтому идеал опять же скажу. Никто тут добиваться не собирается. Просто тренировка. Потому что у меня долго я не брался ни за крючок, ни за пробойник. Надо немножко восстановить свои способности. Потому что, наверное, месяц или больше я даже этим не занимался. Вот. Попробуем, что получится. Хорошо. Ощущение снимать одной рукой и править довольно сложно. Дело в том, что когда я вижу, что я делаю, у меня не получается снимать. Поэтому я сейчас как бы тыкаю не туда, куда надо. Это надо, чтобы делал кто-то. Опять же, камера должна располагаться на уровне глаз. Чтобы было видно. Ну, сейчас более-менее настроился. Ну, и пытаюсь вот потихонечку. Потихоньку, потихоньку. Нам не нужны наколы. Так, вот это место. Нам наколы не нужны. Так, вот, потихоньку развязываем эту ямку. Помаленечку, помаленечку. И снимать, и работать одновременно не удается. Ну, с другой стороны, вот одна вмятина. Вот она вторая. Они были примерно одинаковыми. Уже разница видна. Это стало уменьшаться. А это ещё такая очень сильно подтянутая. И большая яма здесь. А здесь уже стало полярко. Настраиваемся. Ну, вот. Вот он, первый результат. Вот здесь была у нас вмятина. Подальше лампочку ставим. И смотрим. Вот эти вмятинки у нас как бы видны. Незаделки. Вот, видна очень хорошо вот эта вмятина, которую я не трогал. Ну, может быть, там какой-то нюансик небольшой. Сейчас я включу холодный. Тёплый выключу. Вот, чтобы вы посмотрели в холодном. Так, автофокус включим. Достаточно прилично получилось. Небольшой тут блечок, конечно, я вот здесь, где палец, наблюдаю. Скажем так, он очень нечутиственный. Вот так получается. И вот для сравнения тут же мы смотрим то, что делалось с клеем. Вот. Здесь очень хорошо видны недоделочки, складочки. Которые я, почему, собственно, и не стал вчера это доделывать. Чтобы была видна разница. В данном случае клей это дело хорошее. Вот. И работать им надо учиться, но всё равно видите, что получается. вот здесь складки ненужные. Вот. И переходим вот здесь практически трудно заметить то место, где была умятина. была достаточно, я бы сказал, приличная. И по диаметру сравнимая с пальцем. И по глубине миллиметра три, три с половиной, наверное, есть. удар сильный был. Вот. Вот. Поэтому, ладно, делаем вторую. Это тренировка. Вот они два крючка, чем мы работали. Вот такой. И вот такой. Люблю я острым работать, что поделаешь. вот он, результат. Ну вот так. Вот заход. Сейчас автофокус настроится. не цепляет. Ну вот. Как мы видим, это вот уже второй круг у нас. Вот они, вмятинки видны. Не доделаны специально, как бы, как маячки. И вот дальше мы смотрим. В принципе, всё более-менее спокойно. спокойно. Точно так же вот. Автофокус вот настроился. оказывается, всё можно делать. Это тоже не идеал. Тут хвалиться нечем. Просто, я ещё раз говорю, тренировочка. Вот вчера предыдущий ролик был. Тренировка. Клеем. Вот. Пять штук вмятинок. Вот одна только. Вот эта вот. Крайняя у нас почти получилась. Клеем. А эти остались. Вот они, блики. Или небольшие вмятины. остались вот. Вот они переломаются. Это ямочки. То есть, не выровнялись. Я их специально не делал. Задача не стояла. А вот крючочками более удачно. Получается и более чисто, и более аккуратно. Вот. Ну и вот он, блик, уже отсюда мы смотрим. По полоске. По этой полоске. Вот по этой. В принципе, все нормально. Все аккуратно. И до уровня. Вот такие вот тренировочки. Надо делать, чтобы учиться работать. Вернее, не терять квалификацию. Ту, которая у тебя уже есть. И чуть-почуть расти вверх. Допустим, здесь видно вот инструмент как бы вот сходится. Явно видно, что вот в этом месте у нас что-то бугрится. Вот. Две линии сходятся. Ну а так капотик на нем еще тренироваться и тренироваться. Все. Всем удачи. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok